Господа, квадрат из 9 точек и еще, давайте опять, я введу вот здесь вот ось овцы сквозь координаты. Здесь у меня будет точка с координатами 0, 0, вот здесь вот точка 1, 1, вот эта точка будет иметь координаты 2, минус 1, эта точка имеет координаты 1, минус 2, вот эта вот 1, минус 1, да, это 1, 0. Вопрос тот же самый. Пожалуйста, изобразите все возможные проблемы. Здесь тоже 13 точек. Картинка центральная, симметричная, перезонтальное направление есть, это понятно, да? 1, минус 2. Картинка минус 2. Смотрите, во-первых, вы правы, а во-вторых, это направление уже есть, потому что вот это, вот здесь вы говорите, что надо в эту точку, а на самом деле, это только сало. А еще вертикальное направление, но... В вертикальное направление, то вертикальное направление, то вертикальное направление, то левое еще нет. Итак, раз, два, шесть. Ребята, это очень мало. Дело в том, что диарема, которую я сейчас хочу показать, гласит, для нечетного числа точек количество направлений не меньше, чем n-1. Для 12 точек, как ни расставлять, но меньше 12 направлений не бывает. А вы мне пока указали, совсем мало. Так, кто покажет еще какое направление? Какое направление? То есть на одну клеточку вниз и на две клеточки после этого. Замечательно. Действительно, на один сюда, на два сюда. Рисуется это вот так. Надо пойти на две клетки, подняться на одну, вот это направление. Отлично. Отлично. Можно просто снизить, по-моему, сравнение на клеточку? Нет. Продлевать его вниз, понимаете, в чем дело? Прямая, то есть проходите дальше. Но если я ее нарисую еще вниз, то когда я буду считать, я могу ее два раза посчитать. А мне же интересно, сколько прямых. Считать ее прямой в два раза неинтересно. Поэтому я ее пытаюсь рисовать, чтобы меня нет вверх. Так, ну хорошо, хорошо, 7 штук. Надо еще пять, минимум. 2-1. От точки 2-1 куда? 0. В точку 0. Нет, тогда мы два раза посчитаем. По-моему, это вот то самое направление, которое уже здесь есть. Если 1-2 до точки минус 1-1. То есть подняться на единицу и на 2 сюда, это конечно есть. Подняться на единицу и на 2 сюда. 1-1, 1. 1-1, 1. 1-1, 0. Отсюда? Нет, минус 1, 1. Отсюда? Отсюда. Сюда? Да. Отсюда, сюда, это и есть. Отверджетки, вправо, на одном месте. Это там и есть. Да, пожалуйста. 2-1, минус 1, 0. 2-1. И вот сюда, да? Да. Так, три клетки по горизонтали. Правильно? Вот этого еще не было. Три клетки по горизонтали на одну по вертикали. Замечательно. Есть такая штука. Минус 1, минус 1. Так, так. 2-1, это где? Это точка. Нет. Минус 2, это точка. Что? Минус 2, минус 1. А, 2-1. 2-1. 2-1. Минус 1 есть такая штука, да? Да, и 1-1, и минус 1, и минус 1, и минус 1. И минус 1. Это горизонтально. Да. А горизонтально интересно. Горизонтально нанос есть еще. От 1-2 до 0,1. От 1-2 до 0,1. Это что такое? 1 к 3. На единицу двинуться влево и подняться на 3 клетки. Так, на единицу влево и подняться на 3 клетки. Здесь есть на 2, а здесь на 3. Видишь? Здесь такая штука. Вот туда, туда. Здесь такая бумага. Так, уже 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9. Уже 9 направлений вы нашли? Можно еще от 2-1 до минус 1,0. Это как раз есть. До минус 1,0 это на 3 клетки, на 1, который у нас уже есть. Хорошо. 1-2 до 2,1. 1,4. 2,1, еще по 2,1. У вас это... Да. Которые точки не было. Я напоминаю, давайте, какие точки у нас были. Просто боюсь, что вы уже запутались. У нас были вот эти вот 9 вершин и вот эти вот 4 точки. Да, украинские 4 точки, никто забыли. Хотя их никто не отменял. Вот точка. Раз, 5,2,3,4. 2-1, 2,1, минус 1,2. Так правильное направление. 2-1 и... 1, минус 1,2. Минус 1,2. Ну как, они отвечают по горизонтали на 3, по горизонтали на 3. То есть это те самые под 45 градусов. Под 45 градусов. У нас все эти действия направления? У нас, мы это считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 2-1, куда? В 0,1. Это, смотрите, 2 клеточки здесь, 2 клеточки здесь. 1, минус 1, доль минус 1, 2. Это, смотрите, надо на 2 влево и на 3 вверх. Вот сюда? Да. А это уже дело. Действительно, на 2 клеточки сюда и на 3 клеточки вверх. Как мы это будем рисовать? Как мы это будем рисовать? Тоже несложно. Если на 1 сюда и на 2 вверх, то это как раз будет вот это направление. 1,5. Да, есть так. На 1,5. Ну как, либо 2-3, либо 1,5. Есть такое направление, да? Хорошо. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Осталось всего 2 направления. В минус 1, 1. 3 в 2. Сейчас. Минус 1, 1. Это вот здесь. Это здесь 3, а здесь 2, да? Нужно отложить здесь 3 клеточки, а здесь 2, да? Такого не было. Такого не было. Это не хватит. Это вот где-то так. Правда? Угу. Давайте мы около каждой линии напишем то, что называется ее угловой коэффициент. Объясняю. Если у вас откладывается одна клеточка здесь и как-то очень здесь, то вот это самое число К, но оно может и облачь, но он специально. Называется угловой коэффициент. Итак, здесь угловой коэффициент 0, здесь угловой коэффициент 1, 2, здесь угловой коэффициент какой? 1, 1, здесь угловой коэффициент бесконечность. Бесконечность. На самом деле такое тоже бывает, да? Бесконечность, бесконечное количество клеток. Хорошо. Теперь я точно знаю, что вот здесь угловой коэффициент минус 1, вот здесь угловой коэффициент минус 1, 2, здесь минус 1, 3, правильно? Здесь 1, 3, 4. Так, сейчас здесь угловой коэффициент был минус 2, здесь угловой коэффициент был минус 3. Так, итак, давайте я их выбежу, поставить список. 0, 1, 2, 1, бесконечность, минус 3. А если 0, минус 1, то 1, 1. В общем, 0, минус 1 и 1, 1, это 0, где 2. Ура! Такая прямая действительно есть, поэтому здесь вот был не один искконечность, а один, два искконечность. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, будем на стихи. Победа. Победа. Ребята, я не хочу сейчас тратить время, показать, что там других направлений нет, что кому интересно, посмотрите, 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 потому что я совсем о другом на самом деле, о чем сейчас рассказываю.